В эфире новости экономики в студии Александр Новиков. Здравствуйте! Выпуск представляет инвестиционная компания «Финам». Рынок углеводородов остывал после бурного роста прошлой недели, когда внутренние проблемы Саудовской Аравии, связанные с арестом 40 чиновников, министров и бизнесменов, в том числе имеющих отношение к нефти, заставили нефтяные котировки буквально выстрелить вверх. В моменте стоимость Brent достигала 64 долларов 40 центов за баррель. Правда, так высоко нефть стоила недолго и скоро начала откат. Но за прошедшую неделю она проделала только половину того пути, который прошла за несколько минут прошлого понедельника. Текущая неделя будет откровенно скупой на макроэкономическую статистику. Сезон же корпоративной отчетности уже практически подошел к концу и не сможет служить драйвером для рынков. Так что основной интригой остаются налоговая реформа президента Трампа и заявления ведущих специалистов и руководителей Центробанков. Из цифр, которые интересны по России, рекомендую обратить внимание на данные по безработице, которые вышли в понедельник. Ожидался рост с 5% до 5,1%. И это тревожный звоночек. На таком фоне Банк России вполне может пересмотреть свои планы по снижению ключевой ставки, что окажет влияние на все сектора экономики. Удачных вам инвестиций! Официальный курс валют, установленный Центробанком России на 23 ноября. Доллар 59 рублей 1 копейка, евро 69 рублей 40 копеек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова